Поздравляю наших любимых мужчин с праздником, с Днём Защитников Отечества. Желаю им счастья, крепкого здоровья, главное, мирного неба над головой, солнечных дней, добра и будьте всегда нашими героями. Дорогие наши мужчины, я поздравляю вас с 23 февраля, днём, который является символом мужества, чести и достоинства. Желаю всем хорошего, отличного настроения и любви. Дорогие наши самые-самые мужественные, самые-самые отважные мальчики, я хочу поздравить вас с этим прекрасным праздником. Я хочу вам пожелать оставаться такими же классными, такими же самыми крэйзи, крутыми парнями АУЦА. И чтобы все знали, парня АУЦА самые крутые. Я поздравляю всех парней из АУЦА с этим знаменательным днём. Пусть они проведут его в кругу своих любимых людей. И желаю вам всем счастья, здоровья, ну и благополучия. Спасибо. Дорогие ребята, дорогая мужская часть Американского университета Центральной Азии, поздравляю все души вас с замечательным праздником, 23 февраля, День защитника, День воина. Этот праздник возник не случайно. Ещё после Октябрьской революции советские власти решили праздновать эту дату. Почему? Потому что на первом месте стоял вопрос безопасности страны. И потому этот праздник с тех пор стал таким вот символическим. Необходимость защищать Родину, необходимость оберегать наши границы. Это, конечно, удел наших мужчин. И поэтому, дорогие мои, будьте здоровы, будьте счастливы, чтобы у вас было очень много сил, желания, энергии защищать своё Отечество. Поздравляем наших любимых мальчиков СЭКО-112 с прекрасным праздником 23 февраля, с праздником мужества, отваги, храбрости. И желаем им всех-всех благ, земных и неземных. Мы любим любим! Дорогие мужчины, поздравляю вас с вашим праздником. Желаю вам чистого неба, тёплого солнца, чтобы вы всегда оберегали нас, своих любимых женщин, мам, бабушек, сестёр, чтобы оставались такими же мужественными, чтобы у вас было всё, что вы хотите. И также, чтобы у вас были все мечты и всего-всего наилучшего. Поздравляю вас с наступающим праздником, дорогие наши мальчики СЭКО-112. Желаю вам оставаться всегда такими же мужественными, красивыми, весёлыми и добрыми, какие вы сейчас. Всем привет, дорогие неповторимые, крутые ребята СЭКО-112. Поздравляю вас с 23 февраля. Желаю вам поступить в АУЦА, во-первых, вам смелости, храбрости. Будьте всегда такими крутыми, пробивными ребятами. И думаю, что вы будете всегда защищать меня в любой точке мира. С праздником! Мальчики, МЕСО-112, мы вас очень любим. Поздравляем с 23 февраля. Ну, на 23 февраля я своим мужчинам, мужчинам моей семьи. Мы испечём красивый, вкусный торт, подарим необходимые им вещи. Например, я своему любимому купила его любимый парфюм. Моему маленькому сыну купила футболку и мяч, футбольный мяч, так как он у меня футболист. Ну, у меня есть только брат, и своему брату я подарю рубашку и футболку. А также носки и бритву. Я никому ничего не подарю. Самый лучший праздник и подарок, мне кажется, это какая-нибудь сладость. Или что-то, что можно покушать. Поэтому мы для парней из GMC-113 будем устраивать чаепитие. И какой-то тимбилдинг, да. Да, я уже подарила, кстати. Да? А другого не скажете? Да, могу сказать. Ну, в общем-то, в моей семье двое мужчин. Это мой супруг Марат Джановекач Турдалиев. Мы ему сделали подарок. Он давно сопротивлялся не иметь, ну, хороший, так скажем, телефон. Но в этом году он согласился. В общем-то, вот от нашей семьи был ему, в общем-то, такой симпатичный подарок в виде телефона. А сынишке мы подарили шапку. Шапку, которая сейчас необходима, переход от зимнего периода на весенний. Вот такая хорошая шапка. И у меня еще есть мой папа, мой отт, которому сейчас 75 лет. Вот вчера я его ездила, поздравляла. Это заранее получилось, потому что в 23-м у нас есть семейное мероприятие. Мы поздравляем наших друзей. Вот. Поэтому я сделала, ну, вчера вот мы поехали, поздравили его. Ну, вот он давно хотел, в общем-то, там для своих виндиков одно приспособление. Вот. Ну, это такое вот, более-менее такое современное приспособление, с которого можно сразу и пить, и кушать, в общем-то, вот такого характера. Вот этот подарок мы сделали от своей семьи. Ну, это немножко хозяйственный такой подарок получился, но он очень был рад. Вот трое мужчин, которые в моей жизни занимают огромное место, значительное место, очень важное. Я стараюсь каждый год уделять им внимание и делать, пусть даже вот такие подарки, небольшие, но очень приятные и нужные. Что я подарю, ну, подарю. Ну, вообще, мне кажется, не надо дарить именно в определенный день, да. Девушка должна, я не знаю, своему любимому мужчине, это не только противоположное, но отцу, брату, там, я не знаю. Дарить каждый день тепло, любви, ласку, внимания. А в такой знаменательный день можно просто, я не знаю, приготовить хороший ужин, там. Ну, и, ну, вот так вот.